Над людьми-то почему издевается? Кто ему так позволил над людьми-то издеваться? Без крепкого словца в этой ситуации люди уже обойтись не могут. С начала этого года жильцы многоквартирного дома по улице Соликамская, шоссе 8, за ремонт и содержание жилья платят двум управляющим компаниям. Началось все летом 2021 года, когда жители провели собрание и выбрали компанию «Соликамск» для обслуживания своего дома. В мае месяц они обратились к нам, чтобы мы посчитали перечень видов работ, которые мы с ними обговорили. И, соответственно, уже перешли к нам непосредственно обслуживание. В июне они самостоятельно провели общее собрание, уведомили нас, уведомили администрацию города. Указ «Соликамск» готовила дом к зиме. Отчитывалась в администрации за свою работу, начисляла жителям 28 рублей 91 копейку за квадрат. Но в феврале этого года люди вдобавок к уже привычной квитанции от Указ «Соликамск» получили вторую квитанцию от компании «Жилстройкомфорт» с расценками 22 рубля 39 копеек за квадратный метр. Чтобы долги не копились, некоторые жильцы заплатили по двум квитанциям. А может ошибка? Нет. В марте-апреле история повторилась. Откуда взялась вторая управляющая компания? Люди не понимают. Приходит то же самое, но только я ни разу в глаза не видела, никакие документы я не подписывала. Нас сюда назначили, пояснил происходящее Дмитрий Мухин, руководитель «Жилстройкомфорта». Мы отправили запрос в администрацию с просьбой пояснить причины возникновения двоевластий управляющих компаний в доме по Соликамскому шоссе 8. Добавим противостояние двух управляющих компаний, между которыми оказались люди, заинтересовало и прокуратуру города. Но мы продолжим следить за развитием ситуации.